Идея возникновения абсолютно нового формата исполнения камерной музыки возникла у молодых талантливых музыкантов после одного из зимних концертов поколения звезд, проходившего опять же в нашем городе. Зимой выступали в Муроме. В общем, три фактора. Это невероятная красота и обаяние Алисы Бирюковой, а также моя давняя дружба с ней и с оркестром, и с Артёмом Маркиным. Это первый фактор. Второй фактор – проезд по дороге в Муром, в Муромцево и усадьба. И третий – очарование Елены Пономарёвой и та потрясающая публика, которая здесь нас принимала. Всё вместе родилось после этого идея что-то придумать более обширное в Владимирской области. И как-то неожиданно так всё быстро получилось, именно потому что вот эти все три фактора сработали. Лауреаты международных конкурсов, имена которых известны в Европе даже больше, чем в России, во время проведения музыкальной экспедиции подготовили совершенно разные программы для каждого из своих семи выступлений в городах Владимирской области. Два любимейших наших произведения – это «Квартет Брамса» первого фортепиана и «Квинтет Танеева», который особенно важно было сыграть вот в этой нашей музыкальной экспедиции в преддверии года Танеева, который будет в следующем 15-м году. А также, ещё раз потом подчеркнув, что это действительно наше одно из самых любимейших произведений. В крайней мере, Майо и Бориса Бровцына. На ближайшие дни едем во Владимир. Там играем два концерта. Другая программа. Другая. У нас все семь концертов, все разные программы. По словам Бориса Андриана, у музыкантов с мировым именем очень радует местная публика. Виртуозы, которым рукоплескали столицы всех европейских государств, почувствовали совсем другую энергетику зала слушателей из провинциальных городов. Вот у нас был и Тамара с нами, вот он уехал. Он вообще живёт в Париже, путешествует только по столицам. Он вообще был поражён тем, как принимают и вообще у какой-то сущности. Ну, как бы он ездит много раз в Москву, Петербург, вот сейчас он понял, что такое Россия и люди российские. Скажем так, что был тронут. Ну и мы все тоже. Пока все этапы музыкальной экспедиции проходят на одном дыхании, как для исполнителей, так и для слушателей. И те, и другие испытывают только положительные эмоции. Только интересные моменты в положительном плане. Всё-всё больше и больше удивляешься хорошему. И утверждаешься в том, что делаем всё правильно, в правильном месте, в правильное время. И погода не подкачала. И для правильных людей, видимо. Да. Два завершающих концерта музыкальной экспедиции будут проходить уже во Владимире. Елена Петрова, Александр Симонов, Новости 24, Муром.